МИГ-23 Прибудет большой кран, после чего он будет восстановлен на постамент, где он будет находиться долгое-долгое время. Его везли в Подмосковье из Липецка. Затем мастера 121-го авиаремонтного завода полностью разбирали и восстанавливали боевую машину. Теперь МИГ красуется на привокзальной площади железнодорожной станции Кубинка. Кстати, когда-то памятник 23-му МИГу в Кубинке был. Он стоял перед аэродромом. В начале 80-х тот самолет уничтожил ураган. Это памятник одному из самых красивых и маневренных советских самолетов. МИГ-23 впервые поднялся в воздух в 1967 году. За штурвалом был знаменитый Федот, летчик-испытатель конструкторского бюро Микояна Александр Федотов. Инновационная геометрия крыла сделала МИГ-23 практически идеальной боевой машиной, которая долгие годы стояла на вооружении военно-воздушных сил. Полюбоваться легендой теперь могут жители и гости Кубинки. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.